Среди россиян бытует мнение, что японские водители раз в 2 года или раз в 5 лет обновляют свою автотехнику. Если верить статистике, то это мнение правильное, но до того, как отправиться за покупкой транспорта, импортируемого в Россию, необходимо выяснить, почему японцы так быстро избавляются от своего движущего имущества. 3. Лица, разбирающиеся в специфике работы авторынков, знают главные причины, по которым японские машины отправляют на территорию Российской Федерации с целью повторной продажи. Предлагаю детальнее рассмотреть эти причины. 4. Технический осмотр. Это наиболее весомый повод продать транспортное средство. В этом островном государстве технический осмотр обязателен к прохождению. За эту процедуру придется заплатить около 600-800 долларов. В стоимость услуги включены подготовка документации, двухлетний полис и денежный сбор за вес. Каждый автомобиль раз в два года проходит обязательный техосмотр. Если речь идет о новой машине, то первый технический осмотр назначается спустя 3 года с даты ее приобретения в автослоте. Когда в рамках диагностики автотехники обнаруживаются те или иные повреждения, то она направляется на починку. Местная автомастерская за устранение дефектов в среднем берет 3000 долларов. Тогда японские автомобилисты оказываются перед дилеммой или заплатить за техосмотр и исправление поломок в автосервисе, или не заморачиваться и продать машину незадолго до наступления срока прохождения следующего технического осмотра. Скупщики с радостью заберут этот транспорт, ведь замена узлов и агрегатов в наших сервисах в центрах стоит гораздо дешевле. Российскому шоферу при покупке транспортного средства, пригнанного из страны восходящего солнца, нужно быть внимательным. Если ему попадется автомобиль, у которого последний техосмотр в Японии проходил полтора года назад, то это повод задуматься. Возможно машина содержит скрытый и серьезный изъян. Дорожно-транспортное происшествие. Жители восточно-азиатской державы весьма суеверны. Многие автолюбители продают свои битые средства передвижения, поскольку считают их неблагополучными. Что касается автомобилей, участвующих в серьезных авариях, то от них пытаются избавиться еще стремительнее. Отремонтировать транспортное средство в Японии – это мероприятие, которое далеко не каждому по карману. Затраты внушительных размеров последуют в обязательном порядке. Если нужно будет разыскивать донорские комплектующие, в определенных ситуациях покупка новой машины будет дешевле починки старой. Скупщики, наладившие довольно прибыльный бизнес, предлагают копейки за транспорт, побывавший в дорожных инцидентах. Затем битая автотехника ремонтируется и в некоторых случаях лишь поверхностно, чтобы по внешнему виду сложно было определить, в каких передрягах она побывала. А после машина сбывается по стандартной стоимости. Желание быть в тренде Многие японцы, особенно представители среднего класса и высшие, хотят всегда идти в ногу со временем. Поэтому стараются покупать модную одежду, смартфоны, ну и многие другие товары, в числе которых, конечно же, новые транспортные средства, в которых автозаводы реализуют свежие технические идеи. Автомобили новых поколений оснащены все большим количеством наворотов и население островного государства не может устоять перед тем, чтобы не получить более актуальную модель. И не важно, что имеющая машина не сумела преодолеть даже одну тысячу километров пробега. Если заработная оплата позволяет, то почему бы не купить технически более совершенное колесное средство передвижения. Пишите свое мнение в комментариях, также ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем спасибо!